Добрый день зрители канала Домашний очаг с Мариной. Сегодня я хочу с вами поговорить и рассказать вам народные рецепты при заболеваниях косточка на стопочке. Дорогие друзья, для женщин возраст 40 и плюс это действительно может быть очень большая проблема. На канале Домашний очаг с Мариной у меня есть плейлист о здоровье женщины. Я рассказываю очень много народных рецептов вы можете посмотреть и использовать их для именно своего здоровья. Конечно мы всегда должны обращаться к врачу и такое заболевание как косточка на стопе это надо обращаться к врачу ревматологу и картрологу. Дорогие друзья, косточка на стопочке это отклонение большого пальца, а может быть и второго и третьего, в глубину стопы на 20-30, а может быть даже на 50 градусов. Идет деформация, вот выход косточки и таким способом стопа приобретает не только некрасивую свою форму, но приносит нам очень большой дискомфорт. Что же является причиной косточки на стопочке? Ну прежде всего это наследственность. Если у вас в роду болела мама, болели бабушки, вы уже с молодости обратите внимание на то, что у вас есть предрасположенность. Одна из проблем может быть то, что мы с вами любили и любим носить узкую обувь на высоких каблуках. Идет очень большая нагрузка на переднюю часть стопы и это тоже провоцирует деформацию, ну вот большого пальца, если узкая обувь, ну а большой палец конечно потянет и другие пальчики. Это очень важно. Поэтому, если высокие каблуки, значит это должно быть кратковременное нахождение на такой высоте. Это могут быть только какие-то мероприятия. А использовать, дорогие мои девушки, целый день высокие лабутены, это может привести к очень серьезным проблемам вам в будущем, но вот именно со стопочкой, ну и конечно бывает даже с гинекологией. Но об этом мы не будем говорить в этом видео. Следующая проблема, это может быть избыточная масса тела. Действительно, на ноги идет очень большая нагрузка. Дорогие друзья, давайте позаботимся о своем здоровье, подумаем о правильном питании. Я также вам рассказывала несколько рецептов для своего здоровья, которые можно применить. О диетах мы с вами поговорили и противопоказания, побочные действия. На моем канале вы можете услышать и увидеть очень мягкие такие способы диет, какие-то рекомендации, какие-то секретики. Поэтому избыточная масса тела это очень-очень большая проблема для наших стопочек. Следующая проблема, это нарушен обмен веществ, так называемая подагра. Дорогие друзья, в организме накапливается мочевая кислота и если плохо у нас работают почки, накапливается соли. Я также совсем недавно предложила вашему вниманию рецепт очищения организма от соли и от песка. Это мы используем настой обычного пшена. Результаты действительно очень хорошие. Поэтому если у вас подагра, остеохондроз, артроз, попробуйте воспользоваться таким простым способом, который я вам советую и вы действительно поможете почкам вывести мочевую кислоту. Это будет очень важно. Если у вас в питании преобладает мясо и алкоголь, это также отражается на состоянии ваших ножек и общего здоровья. Очень большая проблема, это плоскостопие. Действительно, это с детства, с молодости. Мы должны делать определенные упражнения и должны подбирать правильную обувь, ортопедическую. Поэтому, дорогие мои женщины, если у вас плоскостопие, особое внимание уделяйте на качество обуви, то, чтобы она была правильно подобрана. И даже неполноценное питание влияет на то, что может выйти косточка. Это недостаток витамина А, витамина С и витамина Е. Поэтому диеты диетами, дорогие друзья. Но ваше питание должно быть правильное и очень сбалансированное. Это очень важно. И, конечно, самая большая проблема, это если ваша работа, вы находитесь долго на ногах. Очень много таких профессий. Это и продавцы, и парикмахеры, и учителя, и курьеры. Все, кто много ходит или стоит на работе вынужден. Нагрузка на ноги тоже вызывает деформацию пальчиков. Это тоже очень серьезная проблема. И если вы замечаете, даже первые симптомы, то, что косточка начинает даже чуть-чуть, чуть-чуть только выступать, но боли вы еще не чувствуете, в этот сигнал должны быстро принять к сведению. Это показатель то, что в организме могут развиваться артрозы, остеохондрозы, могут бурситы, сколиозы. И если заболевание будет запущено, даже может быть такая тенденция к операции. Дорогие друзья, очень хорошо использовать такие пальцевые корректоры. Если вам днем неудобно ими пользоваться, вы много ходите, работаете, пользуйтесь ими в ночное время. Это тоже даст возможность вашему пальчику входить вот в свое место. Было видео у меня совсем недавно на моем канале. Я рассказывала народные способы лечения пяточной шпоры. И вот здесь вот я также хочу вам посоветовать, прежде чем использовать любой рецепт, который сейчас я вам буду советовать. Сначала ножки подержите в тепло-горячей воде с хозяйственным мылом, ну вот чтобы вам было комфортно. Это как бы распаривание ножек для того, чтобы вы потом эти косточки мягкие смогли вот ночью хорошо, вот если у вас корректор вправить, скажем так, найти ему место. И компрессы, которые я вам сейчас буду предлагать, они дадут более яркий эффект. Значит, рецепт такой, что раствор хозяйственного мыла, тепло-горячий вы делаете. И очень хороший рецепт это использование горячей сыворотки, тепло-горячей. То есть 10-15 минут посидите в тепло-горячей сыворотке ножки, подержите. Она очень хорошо снимает отеки, распаривает ваши ножки и действительно, ну вот, идет хорошо снятие воспаления. Рецепты, которые мы с вами будем сейчас рассказывать, это все народные медицины, но вы можете использовать еще упражнения для того, чтобы укреплять свои пальчики, укреплять свои стопочки. Но прежде всего это можно по полу рассыпать какие-то меленькие предметы и собирать пальчиками. То есть будет тренировка пальчики. Это могут быть какие-то крупные пуговички, бусинки, коробочки, ручки, шарики могут быть. И таким способом ваша стопочка будет укрепляться. Очень хорошо, конечно, ходить летом по траве. Очень хорошо ходить шпарыш, есть такая трава. Она действительно, особенно по России, лечит наши ножки. А если у вас просто газонная трава, это тоже очень хорошо. Пройдитесь стопочками, пройдитесь на пальчиках, на пяточках, на наружной стопе, на внутренней стопе. И вот так вот ходите периодически 5-10 минут, а то и 15 и полчаса. И, пожалуйста, укрепляйте свою стопочку. Это очень-очень хорошее упражнение. Итак, какие же рецепты советует нам народная медицина? Первый рецепт это использование таблеток аспирина. Мы с вами берем 5 таблеток аспирина, разминаем в пыль, в порошок и добавляем 10 грамм йода. Дорогие друзья, вот этот вот раствор, он изменит цвет. Пожалуйста, возьмите эту массу на тампон, приложите ее косточке, можно целлофаном, носочек можете плотный одеть. И таким способом до утра пусть эта масса, этот раствор, компресс находится у вас на ножке. В некоторых видео, дорогие друзья, и снова я хочу вам рассказать способ, который используем целители народные. При всех заболеваниях ножек это относится к рожестым заболеваниям, шпоры я вам рассказывала, венозные заболевания, целители рекомендуют использовать красную ткань, ярко-красную ткань, алую, не бордовую, не вишневую, не в цветочек, не в кружочек. Найдите ткань, которая ярко-красная или красные носки, оденьте сверху этого компресса, прислушайтесь к советам, которые на протяжении столетий используют народные целители. Красный цвет, красная ткань усиливает кровообращение и таким способом помогает снять воспалительный процесс. Дорогие друзья, конечно, это эзотерический и духовный мир целителей, но давайте прислушаемся и может быть действительно это будет как один из каких-то факторов, который поможет вам в лечении заболеваний ножек, но в данном случае стопочи. Следующий у нас с вами рецепт, это использование камфорного масла. Повторяю, распаренные ножки или раствором хозяйственного мыла или содой вы смазываете камфорным маслом очень хорошо, а затем смазываете йодом и на протяжении 10 дней делаем эту процедуру. Дорогие друзья, я хочу очень вам посоветовать еще один способ, один рецепт, который мы используем при ревматизме и артрозах. Это лист лопуха. Действительно, я также много и много лет назад пользовалась листьями лопуха при ревматизме. Результат был очень хороший, еще другие комплексные мероприятия надо для своего здоровья использовать, но вот именно для косточки на ноге этот способ также очень хороший. Берите лист лопуха майский, летний, осенний, какой найдете? Смажьте его скипидаром, но лист надо промыть очень хорошо, можно даже вот так его чуть-чуть легко подавить для того, чтобы сок вышел с лопуха. Смажьте его скипидаром и обмотайте ножку с пальчиков и буквально до колен. Это очень хороший способ помочь снять воспаление, вот косточку, чтобы снять болевой синдром и ножку обмотайте целлофаном, замотайте красной тканью и попробуйте этот способ также для лечения и косточки на стопочках. Очень хорошо использовать обычный прополюс. Его просто надо размять в ручках, вот как пластилин, сделать как лепешечку и прибинтовать косточки. Прополюс для нас является очень ценным продуктом натуральным человодства, который также помогает при огромном количестве заболеваний человеку. Можно посоветовать лепешечку делать из красной глины. Берете глину 50 грамм, несколько капель скипидара, столовую ложечку морской соли, там йод находится, это тоже очень хорошо. И добавьте воды столько, чтобы замесить вот такое тесто, чтобы получилась лепешечка. И вот эту лепешечку с такими ингредиентами вы также положите на косточку, пленочку и замотайте. Оденьте красный носочек и это тоже очень хорошо помогает и при снятии боли воспаление и поможет уменьшить такое воспаление. Снова обращаю внимание, что, дорогие друзья, при таких заболеваниях очень хорошо ножки парить именно в хозяйственном мыле. Но иногда вы можете просто косточку намазать мокрым хозяйственным мылом, дать высохнуть вот так несколько раз и точно так же смазать потом йодом это место. И хозяйственное мыло щелочное и йод также снимает воспаление. Самый простой способ также это использование обычного капустного листа, меда, где-то у меня здесь стоит мед. Это также такой проверенный способ, когда листик смазываете обычным медом, прикладываете косточки, заматываете на ночь. Очень хорошо снимает воспаление, жар и уменьшает боли. Но, дорогие друзья, все способы используйте на протяжении 10 дней и параллельно чистите организм. Можно рисом почистить, а можно пшеном, как я вам советовала. Вот несколько рецептов народной медицины, дорогие друзья, я вам советую при таком сложном заболевании, проблеме, как косточка на стопочке, заботьтесь о своем здоровье. Обязательно нужна консультация врача. Ну, вот народные способы, которые безвредны и полезны, я советую. Если вам знакомы еще какие-то способы и рецепты, напишите, пожалуйста, в комментариях. Для наших зрителей ваши советы и рецепты будут очень ценным и важной информацией. Спасибо, что вы были со мной, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал Домашняя часть Марина, где у меня очень много советов и рецептов. И о здоровье мы с вами говорим, и о самоорганизации женщины, быта, и о воспитании детей. И хочу повторить девиз своего канала. Чтобы быть счастливой, не надо успевать все, надо успевать главное. И сегодня главное для любой женщины это наше здоровье.